Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И мы продолжаем серию обзоров на коляски от бренда P2SO. И сегодня мы с вами поговорим о модельке всесезонной прыгочной коляски. Называется она RUTTA. Сегодня цвет, который вы видите перед вами, это Dark Grey. Темно-серый цвет. Смотрите, полные технические характеристики будут по ссылке на сайт FirstBuggy в описании. Детальные, я же вам назову базовые. В начале видео, чтобы мы понимали, что за колясочку мы с вами будем рассматривать. P2SO Испания. Вес с сиденьем 10 кг. Очень крутой показатель. Угла наклона 100 градусов, 175. Это, наверное, самый широкий диапазон, который я только видел в прогулочных колясках. Производитель позиционирует, что можно использовать ее с 7 месяцев до 4-5 лет, так как 22 кг она выдерживает. И ширина колесной базы 56 сантиметров. Во всех узких проемах спокойно вы поместитесь. Давайте взглянем, что в комплекте идет. Подстаканник будет фирменный, антимоскитка, фирменный дождевик и накидка на ножки. Вот, собственно, это вот все, что входит. То есть вам ничего больше не нужно будет докупать. Все, под ключ у вас здесь уже будет. Давайте сверху вниз начнем изучать. И сразу хочу заметить просто гигантского размера козырек. Он, наверное, ну дальше уже просто некуда. Зачем больше? Он просто уже будет торчать. Покрывает полностью ребенка. Смотровое окошечко с москиткой и полиэтиленом. Закрываясь, чтобы там не капало туда. Крышечка на магнитике держится. Вот эта секция, друзья, она закрывается на замочек. Можно открыть, можно закрыть. Ну, обычно все открывают и используют по максимуму. Вот. Ткань, кстати, здесь такая достаточно прочная, износостойкая. Она не как шелк, конечно, гладенькая, приятная. Но абсолютно нормальная, плотная. Как такая, знаете, спецовка, спецодежда. Вот. Очень износостойкая и долго не теряет товарный вид. Легко чистится. В общем, ткань такая, как должна быть в колясках. Ничего лишнего. Все как надо. Что касается ручки, друзья. Ручка здесь регулируется у нас не телескопическим способом, а по наклону. Вот весь диапазон. Ну, в принципе, на любой рост можно подобрать высоту. Тот самый подстаканник. Ручка у нас в эко-коже. Сама ручка очень толстая. Хват приятный. Вот по хвату вообще вопросов нет. А также на задней стеночке моя любимая система. Когда мы с двух сторон замочек открыли и устраиваем такое вот проветривание. Здесь москитная сеточка. Все здорово, классно. И здесь сверху у нас также есть небольшой, но действительно небольшой кармашек. Здесь даже какой-то, знаете, такой лопата-телефон сюда не поместится, скорее всего. Ну, естественно, вот эту всю стеночку можно полностью открыть. Но не вижу смысла, если есть вот такая прекрасная опция. Кстати, регулируется у нас спинка здесь без ремешков. Просто берем с помощью ручки, открываем. Получается нижнее положение, чуть выше, чуть выше и полностью вверх. То есть два промежуточных и крайних тоже два. Так, и смотрите, те самые 100 градусов, друзья. Очень-очень капитанская посадка здесь. И ребенок сидит, знаете, как на геленвагене, прям почти 90 градусов. И это очень здорово, потому что не все дети любят заваленными сидеть. Они будут сами за бампер держаться, сидеть ровно. Поэтому здесь нет такой проблемы. Спинка, кстати, очень высокая. Мягенький матрасик внутри. Пятиточечные ремни, мягкие накладочки есть везде. Перемычка у нас есть. Есть бампер у нас. Сейчас посмотрим, как он у нас откидывается. Вот, видите, еще и вниз убирается. В общем, все, что надо. Самая удобная система. Вот так вот. Подножечко у нас здесь. Так, где у нас кнопочка, я забыл. Так, смотрите, чтобы отрегулировать здесь наклон подножки, я вот, честно говоря, не припомню нигде такой системы. Вот сбоку есть отверстие, пальцы просовываем, и там кнопочки тянем, и он сработает. Также у нас есть ступенька для ножек и низ эко-кожи, чтобы можно было практично за ней следить, ухаживать, протирать, где ножки. Там всегда грязно, поэтому, когда тут эко-кожа, это здорово. Так, давайте теперь я опущу полностью в лежачее положение. И мы с вами, собственно, закроем козырек и посмотрим, как ребенок будет у нас закрыт. Здесь получается полностью все закрыто. Сейчас я еще ниже опущу. Все, полностью опускаем. 175 градусов и полностью запрокидываем козырек. И мы видим, что ребенок хорошо здесь, в принципе, полностью закрыт. Плюс в комплекте идет накидка на ножки. Вот. И просто-напросто одеваем, опускаем. И у нас ребеночек закрыт от непогоды в любую погоду. Зимой от ветров будет спрятан и будет ему там хорошо. Накидка, кстати, видите, такая толстая, очень внахлест одевается на подножку. Я думаю, что она хорошо защищает от непогоды. Так. Посмотрим, что у нас здесь снизу. Вот так вот. Здесь у нас, друзья, хороший глубокий багажник. Чтобы появился у нас доступ в багажник, нам нужно здесь вот так открыть два замочка. И вот таким образом у нас вырисовывается доступ в багажник. Но на самом деле, вот эта перекладина, она скрадывает возможность класть туда что-то габаритное. Поэтому имейте в виду, такие мячики большие сюда уже не загрузить. Но в целом много всего можно накидать, потому что он здоровенный, с высокими бортами. Кучу всего накидайте. Производитель в багажнике указал, что максимальная нагрузка 2 килограмма. Имейте в виду. Но мне кажется, он все-таки больше выдержит. Но все равно обязан вам сказать 2 килограмма. Так. Дальше, что у нас здесь. Вот видите, даже так можно. С колесами. Колеса просто резиновые. Тормоз у нас всегда нажимается сверху. Это очень здорово. Амортизация есть у нас на всех четырех колесах. Спереди она помягче, чем сзади. Ну, так обычно и бывает. Вот, передние колеса, естественно, с возможностью блокировать их для преодоления какой-то неровности. Так, собственно, что еще? По большому счету снизу закончили. Давайте теперь посмотрим, как ее можно сложить. И чтобы ее сложить, нам нужно здесь сверху нажимаем на кнопочку, налево и на большую. И вот так она у нас опускается. Вот так вот. Здесь у нас есть ремешок в центре коляски. Мы его подхватываем. Ой, я случайно его отстегнул. Sorry. Случайно его отстегнул, когда собирали его до конца. Не одели. Ну, в общем, не суть. Давайте я просто вам покажу. Вот его максимальная толщина в сложенном виде. Плюс мы можем убрать бампер. Она станет немножечко компактнее. Ну, так в целом, в принципе, достаточно компактная коляска получается. Естественно, вручную кладь она не пройдет, но в багажнике много места не займет. Так, давайте разложим ее. Так, собственно, и все. По большому счету, друзья, все, что хотел я вам о ней рассказать, я вам рассказал. Как по мне, максимально дешево, сердито. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас после этого обзора по ссылке внизу в описании. И такой хороший, полноразмерный, хорошо укомплектованный вариант всесезонной прогулочки. За такие деньги, я просто не знаю второй такой коляски, если честно. Разве что какой-то нонейм, китайщина там непонятная. Там, может быть, вы что-то найдете, но из адекватных брендов, наверное, нет. Поэтому цена-качество, друзья, вполне себе отличная. За очень недорого. Адекватная коляска, хорошо укомплектованная. Рекомендую. Поэтому вопросы остались. Пишите в комментарии. Попробую вам на них ответить, друзья. И ссылка, напоминаю, внизу на эту коляску есть. А вам хороший, грамотный выбор. Удачи на дорогах!